ПЕСНЯ Он пишет стихи и рассказы. Его душа всю жизнь связана с музыкой. Окончив в 1943 году пехотное училище, Анатолий Васильевич Галкин пошел на фронт командиром пехотного взвода. После завершения войны ушел в запас. Работал заведующим клубом в городе Александров. Именно там он получил свои первые музыкальные навыки. В 1951 году Анатолий Васильевич по приказу отправился в Севастополь. Я приехал с аккордеоном. Я был начальником клуба, и играл на аккордеоне, играл на других инструментах. Вскоре меня заметили, что я командир взвода, может быть хороший, но лучше меня использовать на клубной работе. А когда в клуб меня назначили, я увидел аккордеон Хондар там немецкий. Белый аккордеон, а мой черный, тот белый. По величине одинаковый, что тот большой, что тот большой. Ну, мой аккордеон понебее, тот постарше. Но звучал тот аккордеон лучше, потому что тот как бы немецкий, сделан он до войны еще. А мой уже послевоенный аккордеон. С того времени инструмент служил Анатолию Васильевичу верой и правдой. И когда клуб расформировали, музыкант попросил у командования оставить его себе. Взамен отдал свой роял стандарт. Уже потом Анатолий Галкин узнал, что Хондар принадлежал немецкому солдату. А сам аккордеон долгие годы хранит надпись. А там написано, что этот аккордеон участвовал в бою на косе Фришнирунг в апреле 1945 года. Это под Кенигсбергом. В прошлом году трофейный инструмент Анатолий Галкин подарил Государственному музею героической обороны и освобождения Севастополя. Флотский поэт и композитор продолжают трудиться, пишут стихи и песни. Под его авторством вышли уже две книги. Звал на пожар и к праздникам престольным, и провожал в последний путь селян. Но злой удав хлестнул по колокольне, заныла звонница, качнулась, грянул гром, шепнул звонарь. Ах, что-то сердцу больно. И на поруганную пал крестом. 18 мая ветеран Великой Отечественной войны отметил 92-й день рождения и принимал поздравления от друзей, родных и близких. Среди главных достижений Анатолий Галкин считает свою большую семью. Всех гостей ветеран уже пригласил и с радостью ждет на 95-летний юбилей. Дарья Юхновская, Дмитрий Фомин, Севин Форумбюро.